Глава Нягани отчитался перед местными депутатами о работе администрации за 2023 год и обозначил приоритеты в деятельности на год 2024. Городу предстоит создать условия для запуска особой экономической зоны, строительства и ремонта социальных объектов, не сбавлять темпы переселения людей из аварийного жилья. Заседание Думы Нягани итоговое в 2023 точку ставит отчет главы города о работе местной администрации. Приоритет года – поддержка бойцов в зоне СВО. Для адресной помощи в муниципалитете создан фонд бойцам Югры-защитникам Отечества. На сегодняшний день фондом собрано, оформлено и направлено в пункты выдачи более 1200 личных отправлений от родственников, друзей, близких. Кроме того, осуществляется общий сбор гуманитарной помощи от организаций населения и населения. В настоящее время сформировано и отправлено 82 гуманитарных набора – это более 330 коров. Благодарю всех неравнодушных няганцев. В 2023-м Нягань начала обустройство площадки особой экономической зоны в работе без малого 249 гектаров лесного фонда. Запустил свою линию механической переработки завод «Полярный кварц». Продукция уже поставляется на мировой рынок, как и товар от предприятия «Сила Югры». Завод по переработке кедрового ореха был запущен в этом году, а уже имеет иностранных партнеров. Поставлена точка в 15-летней истории строительства железнодорожного вокзала. Объект сдан, принимает пассажиров. В отчетный период Нягань участвовала в реализации 17 региональных проектов, входящих в состав 6 национальных проектов. Все проекты реализуются в рамках 11 государственных программ на условиях софинансирования с общим объемом бюджетных консигнований 1,807,000,000 рублей. На переселение людей из аварийного фонда при поддержке правительства Югры Нягань в 2023 году направил рекордные для себя средства – более 1,5 млрд рублей. После 10-летнего перерыва начато строительство общеобразовательной школы. На карте города появились новые жилые дома, сквер и спортивные площадки. Депутаты резюмировали – работа проделана большая. Отчет главы Нягани утвердили единогласно. Отчет главы, безусловно, сегодня голосование было единогласное. Это пятерка. Никакой другой оценки невозможно поставить. Развитие ощутимо для всех наших горожан. Не сбавляет заданный темп задачей на год 2024. Четвертой муниципалитету предстоит реализовывать сразу несколько крупных проектов в промышленном секторе, жилищном и социальном блоке. Мы строим школу. Это большая школа. Наши ребятишки ждут. И 1 сентября, уже 2025 года, ребятишки переступят порог. В следующем году большой проект – это реконструкция водоочистных сооружений, очистка воды от марганца. Мы, конечно же, нацелены и на увеличение жилищного строительства. 2024 год еще и насыщен политическими, культурно-массовыми событиями. Выборы президента России, тематические мероприятия года 7 в стране и года народного сплочения в Югре. Здесь без командной работы точно не обойтись. Поэтому Иван Имашев призвал депутатский корпус работать, как и прежде, сообща единым фронтом.